Арсеналы у соседа за стеной. Украина в лидере стран на черном рынке оружия. Купить можно практически все автоматы, пистолеты и гранаты. Подробнее расскажет Любовь Кукла. Эхо войны Украину в буквальном смысле завалило нелегальным оружием. Эта цифра где-то около 5 миллионов стволов. Новости с каждым днем все больше напоминают криминальные сводки. В результате у нас уже практически хаос неуправляемый. К примеру, последнее известие мотоциклист обстрелял водителя автобуса. Дорогу не поделили. И такой разгул криминала уже давно никого не удивляет. А все из-за нелегальных потоков серых стволов. Украина лидер в Европе на черном рынке оружия. На превеликий жаль мы действительно получаем пальму первости. Почему? Потому что балканские краины, которые традиционно были на первом месте, они сегодня трошки пролисают, потому что у них война уже закончилась. И, соответственно, черный рынок у нас наибольший в Европе на превеликий жаль. Интересно, что цены на нелегальное оружие не кусаются. Естественно, информация инсайдерская. Насколько я слышал, цена на, допустим, автомат Калашникова в некоторые периоды, в 15-16 году падала до 1000 гривен. ТТ или Макаров 300 баксов, граната лишь 500 гривен. А виной всему уверяют эксперты. Война на Донбассе. Первые месяцы войны оттуда можно было вывезти все, даже танк. Даже танк? Ну, сколько было захвачено БМП, бронетранспортеров. Вынужденные меры. Из-за откровенного беспредела на улицах украинцам приходится думать о самообороне. Причем не осваивать навыки того же рукопашного боя, а вооружаться. Ведь каждый может оказаться мишенью или случайной жертвой. Готов? Значит, есть передача оружия. Держи. Осмотри, проверь оружие. Отсутствие патронов. Затвор вперед. Там, нажимай вот вниз. Хорошо, сделай контрольный спуск. Направление мишени. Инструктор Виталий Алексеев не скрывает, в их центр приходят едва ли не толпами. В основном предлагает это обучение по безопасному обращению с оружием. Это как главное направление. Соответственно, есть сопутствующие дисциплины. Сюда включается и самооборона, и СИПовское направление инженерное. То есть, как выглядит взрывчистое вещество, как диагностировать. И хоть желающих всегда было много, теперь, после войны, количество выросло в разы. Спрос на подготовку работы с оружием достаточно большой был всегда. Но если взять последних три года, то действительно, скажем, количество клиентов значительно выросло. Наверное, все дело в ответственности, в отношении к себе. Это проявляется не только в обращении с оружием, или в решении каких-либо конфликтных ситуаций. Люди должны ответственно относиться к своей жизни. Беречь свою жизнь, беречь жизни других людей. Да, должны беречь. Но, как это ни печально, далеко не все это понимают. И продолжают играть в войнушки, даже на мирной территории. А это значит, что новостей о взрывах гранат и стрельбе на улицах меньше не станет. Любовь Кукла и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер.